Доля нефтегазового сектора в российском ВВП в первом квартале 2022 года стала максимальной за весь период расчёта и составила почти 22%, это следует из данных Росстата. Такие колоссальные цифры в сложнейшем 2022 году во многом были достигнуты благодаря работе партнёров, которые обеспечивают отрасль современным высококлассным оборудованием, и это в режиме нарушенной логистики и в условиях санкций. Синергия – динамично развивающееся предприятие, где научные разработки конструкторов завода ложатся в основу сложнейших узлов машиностроительной продукции для нефтегазовой отрасли и металлургического производства. Сегодня Синергия – это крупный завод с двумя производственными площадками, а начиналось всё в 1990-м. Переломный период. Тогда рушились производственные гиганты плановой экономики. Зарождающаяся рыночная экономика дала возможность самым предприимчивым, знающим и бесстрашным попробовать собственные силы производства. Пробовали многие. Получилось у единиц. Начало второго тысячелетия ознаменовано для Синергии выпуском на рынок первого трёхплунжерного насоса. Этот небольшой участок, который начинал с изготовления газополнных систем для машин, потом начал изготавливать плунжерные насосы. В то время довольно-таки был смелый шаг, потому что нефтяники работали на поршневых насосах, более старых насосах. Растущий объём столь необходимой продукции требовал дополнительных производственных мощностей. И в 2000 году в собственность завода «Синергия» перешёл производственный участок в городе Чормоз. 23 года назад здесь мало что напоминало современное производство. Но в руках опытных уже собственников работа закипела. Сегодня это городообразующее предприятие с численностью 250 сотрудников. Аккуратные цеха и самое современное оборудование. Мы находимся в городе Чормозе. Чормозский производственный комплекс завода «Синергия» — это четыре новых производственных корпуса. Механический, сварочный, сборочный и кузнечный. Кузнечный цех оснащён самым современным оборудованием в Пенском крае. Температура в печи 1200 градусов. Металл разогревается до бела. Это заготовка для клапанной коробки, которая будет работать под давлением свыше тысячи атмосфер. После нагрева металл становится мягким, как пластилин, и ему можно придать любую форму. После такой обработки готовые изделия могут выдерживать колоссальные нагрузки. Обновлённый станочный парк механического участка укомплектован высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых компаний. Станки сложные, требуют навыков и знаний. На заводе отлажена школа наставничества. Профессию передаёт, что называется, из рук в руки. Главное, чтобы были ответственность, желание и голова на плечах. В 2007 году я пришёл на завод в следствие механо-сборочных работ. Потом завод предложил мне обучение. Я выучился, прошёл курсы, стал оператором в станковском программном управлении. Сейчас я занимаю должность наводчиков в станковском программном управлении. Бригада у меня 17 человек, четверо из них девушки. Работа мне нравится, работа интересная. Каждая операция в каждом цехе важна. От точности и слаженности служб зависит конечный результат. А значит, надёжность конкретного агрегата и безопасность людей, которые с ним работают. Навесное оборудование сначала собирается на стапеле и только потом устанавливается на автомобильные шасси. Каждый насос сначала проходит испытание на стенде, а затем его работа проверяется во всех диапазонах в составе готовой насосной установки. Только так можно добиться необходимого качества, которое подтверждают пользователи. В данный момент производится испытание установки для цементирования скважин. Испытывается она на воде, проверяется прочность и герметичность узлов, соединений резьбовых. Наши конструктора разработали удачную конструкцию насоса с прозрачными окнами, где визуально видна вся работа насоса. Также у нас имеется гальванический участок. И в производстве мы используем технологию химико-термической обработки деталей. В цехе гальваники детали покрываются хромом толщиной 30-40 микрон. Затем полируется и всё это делается для большей износа стойкости. Хром позволяет выдерживать воздействие агрессивных сред в плунжерных насосах. Для цементирования скважин используются плунжера с азотированным слоем. Эта технология также позволяет увеличивать срок эксплуатации насосов без замены деталей. В условиях санкции многие заводы испытывают проблемы, перебои с поставками комплектующих. Но мы успешно перешли на производство из отечественных комплектующих, которые ни в чём не уступают по качеству импортным аналогам. Заказов много. Завод работает в трёхсменном режиме круглосуточно. Сейчас загрузка предприятия составляет минимум три месяца вперёд. У нас предприятие полностью замкнутого технологического цикла. То есть начиная от заготовок детейного участка, где мы изготавливаем заготовки по технологии ОВМ и по технологии ХТС. Заготовки мы производим массой до 500 кг. То есть льём алюминий, сталь. Хорошее у нас механическое производство. У нас 95% парка оборудования станочного. Это программные станки, которые специально изготавливают по нашему техзаданию. Этот станок уникален. Он может совмещать в себе такие виды обработки, как токарную обработку, фрезерную обработку. И третья особая функция – это нарезание зуба. Таких станков по стране около 5-6 штук. Поэтому технологии считаются уникальными. Это горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр двухполетный. Это тоже одна из его особенностей. Оператор может сразу обрабатывать детали и параллельно готовить другие детали к обработке. Соответственно, этим мы сокращаем вспомогательное время. На заводе используется контрольно-измерительная машина для проверки и контроля зубчатых передач. Возможности этой машины – измерение с точностью до пятого знака после запятой. Для деталей, которые изготавливаются на станках на заводе «Синергия», достаточно точности в микрон. Это третий знак после запятой. То есть здесь на порядок точнее. Такая точность в изготовлении позволяет уменьшать шум, износостойкость деталей и уменьшает вибрацию изделия. Парк станков постоянно пополняется. К немецким и японским добавились станки из Китая, Индии и Беларуси. Производители этих стран вышли на новый уровень качества, который удовлетворяет высокие технические требования завода «Синергия». Мы сейчас покупаем зубофрезерный станок в Китае, покупаем два станка в Индии. В начале года купили зубошлифовальный станок в Беларуси. И был выбор купить тайваньский или белорусский. Из столицы съездили в Беларусь. Цена станка в два раза дешевле, чем в Тайване, а производительность в два раза выше, чем в Тайване. В условиях санкции продукция завода «Синергия» оказалась супервостребована заказчиками из нефтегазовой отрасли. Никто не изготавливает всю линейку плунжерных насосов в России. И технику. Всю линейку необходимую нефтяникам на базе этих насосов. То есть в России у нас конкурентов нет. Именно замкнутый цикл производства «Синергии» позволил получить конкурентные преимущества на рынке плунжерных насосов. Все новые проекты очень быстро превращаются в реальность. Данный насос был спроектирован и изготовлен в течение года. Следующее отличие – это в гидравлической части мы используем секционные клапанные коробки, используем планетарную передачу. И кривошитно-шатунный механизм этого насоса основан на подшипниках отскольжения, на вкладышах. Данный насос самый мощный в России – 2500 л.с. Из новых последних разработок стоит выделить следующее. Это насос «Син-32» и насос «Син-46», которые стали легче в два раза, при этом сохранив мощность своих предшественников. Насос «Син-75» мощностью 2500 л.с. Электрическая мобильная буровая установка грузоподъемностью 250 тонн. Мобильная циркуляционная система объемом 200 кубов. И установка для гидроразрывов хрустов мощностью 2250 л.с. Вся эта техническая мощь была бы невозможна без креативности конструкторов, слаженности инженеров, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, рабочих, наладчиков. Кадры – главный ресурс «Синергия». Кадровая политика завода «Синергия» направлена на сохранение ведущих, высококвалифицированных работников и привлечение молодых специалистов, выпускников вузов и колледжей, созданием условий для развития и роста. Система наставничества и адаптации молодых специалистов позволяет им влиться в коллектив, легко освоиться на рабочем месте. На заводе постоянно проводятся конкурсы профессионального мастерства, целью которых является популяризация рабочих профессий. Я училась в Лысинском политехническом колледже на технику, пришла сюда на преддипломную практику. Понравилось за станками работать, пришла, устроилась сюда работать, и прошло того 9 лет. Коллектив замечательный, руководство тоже. Социальная работа на предприятии выстроена давно. Мы выдаем нашим сотрудникам беспроцентные суды, вплоть до покупки квартиры. Большой коллектив предприятия живет не только производственными проблемами. Здесь принято проводить время в кругу коллектива во время спортивных мероприятий и не только. У нас построили спортивную площадку для наших сотрудников, чтобы организовать какие-то спортивные мероприятия. У нас есть собственный теплоход. Мы каждые выходные отделами, подразделениями выезжаем, отдыхаем. Это сплачивает коллектив, позволяет немного слезть от работы. Промышленность снова в почете. Сейчас время производственников и высококвалифицированных кадров. Создание реального продукта, востребованного оборудования – это требование сегодняшнего дня. У нас объем заказов расписан на месяц и вперед. Нам стоят в очередь за нашей техникой. Наше оборудование эксплуатируется, и оно востребовано такими заказчиками, как «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Лукойл». И работает оно не только в России. Мы поставляем технику в Ирак, Иран, Азбекистан, Таджикистан, Туркмении. Бренд «Синергия» знает уже, знает везде, не только в России, знает и за рубежом. Самым весовым результатом 33-летней деятельности завода стало наше имя – завод «Синергия». А это надежность, качество, проверенное временем. За стенами этих цехов, за окнами конструкторского отдела кипит работа. Более 800 человек ежедневно трудятся, чтобы оборудование, выходящее с завода, соответствовало техническим требованиям партнеров, современным технологиям и собственным высоким стандартам. Завод «Синергия» без преувеличения можно назвать «Опора Урана». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова